Поступил такой заказик. Это значит Kia Rio. Машина из такси. Руль кожаный. Так как я понимаю, комплектация там неплохая в этой Kia Rio. Значит, что здесь мне нужно сделать? Так как машина эксплуатируется в такси, а машина довольно свежая, видите, да, уже пластик вытерся, но кожа ещё цела. Ребята попросили, значит, сделать чехольчик на руль, чтобы потом снять, когда машина отъездит, лицензия закончится, ну и продавать её как не битая, не крашеная, с пробегом 20 тысяч километров. Вот, ребята, мотайте на ус. Проверяйте, проверяйте, когда покупаете машины. Значит, я буду делать оплётку стандартного типа, которая будет прикрывать только, значит, круг, сам обод без лучей, без лучей. Лучи – это уже перетяжка. Значит, будем делать из-за кокожи чёрного цвета. Самый простой, самый дешманский вариант. Смотрите, как это делается. Значит, первым делом берём скотч, любой малярный, и промеряем окружность руля. Можно это делать, прокатив по столу, но мне так удобнее. Промерили. Тут роли не играют. Миллиметр, два, три роли не играют по длине окружности. Дальше снимаем. И кладём это дело на стол. Только не даём скотчу слипнуться. Он слипается хорошо, потом его не разлепить. Так, кладём это на стол, и нам нужна длина. Длина окружности. Рулеточкой промеряем. Значит, у меня 115 сантиметров. Значит, при длине 115 сантиметров можно смело отнимать 13-14 сантиметров. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вот эта часть как-то совпала со внутренней частью. Вы понимаете, да, что внешняя часть обода она всегда длиннее, чем внутренняя часть обода. Вот. Для чего отнимаются эти цифры? Эти цифры отнимаются для того, чтобы когда вы сошьёте чехол, чтобы вы его, натягивая, среднюю часть чехла растянули, а внутренняя часть чехла, которая вот здесь будет сшиваться, осталась приблизительно на том уровне, на котором вы вычтите из внешней части. Вот в данном случае 13-14 сантиметров я вычту. То есть у меня получится примерно так, если 14, ну, примерно 101-102 сантиметра примерно. Вот. Это приблизительное расстояние окружности, длины окружности внутренней части обода колеса. Всё. Теперь это значит первая часть. Вторая часть. Нам надо померить обхват. Обхват обода. Здесь, если вы вот обратите внимание, значит, три разных диаметра. Один диаметр, второй диаметр, и вот здесь есть ещё шишки. Как делается такой вот бомжовский вариант? То есть берёте и промериваете все те части, которые вам хочется промерить, чтобы понять, а какой же всё-таки диаметр. Вот. Я начинаю с этого, допустим. Меточку поставил. И отрезаю лишнее. И проверяю ещё раз по ободу. Так. Вот, видите, совпадает. Так. Теперь, значит, какое криминальное место? Вот здесь самое тонкое место. Проверяем самое тонкое место по ободу. Смотрим. Так. Здесь на 4 больше. На 4 миллиметра больше. Это криминально. И проверяем шишки. Так. Здесь у нас на... Условно на миллиметр меньше. Так. Как выйти из этой ситуации, когда руль не круглый? Точнее, руль-то круглый. Обод неравный, простите. Обод неравный. Значит, в любом случае, вот в этом месте, чтобы у нас получился... Получилось более-менее схожий материал. То есть, он здесь сошёлся. При убирании 12... Ну, 13 сантиметров от длины обода колеса, когда вы будете растягивать, у вас ткань, она всё равно немножко сузится. То есть, вот в этом месте вам всё равно придётся прибавить 2 миллиметра, чтобы он здесь сошёлся. Но у вас есть вот это расстояние, которое на 4 шире. Ребят, вот здесь на 4 шире. Если вы здесь тоже прибавите 2 миллиметра, то у вас здесь будет 6. Соответственно, видите, здесь 4 лишних. Что в такой ситуации делать? А здесь вы тоже помните, что на 2 не сходится. Вот смотрите, у нас самые широкие места получаются 2 вот эти места. То есть, 2 куска вам придётся сшивать, как-то мучиться сшивать. Значит, что мы делаем? Мы здесь не прибавляем 2 миллиметра. Тогда у нас здесь чуть-чуть не будет сходиться материал. Но здесь мы не прибавляем тоже 2 миллиметра. То есть, мы по всей ширине полоски ни от чего не прибавляем. Тогда у нас здесь будет чуть не хватать, а здесь будет чуть меньше. То есть, прошу прощения, чуть больше. То есть, 2 миллиметра у нас вот от этих лишних 4 съестся. То есть, здесь мы чуть-чуть, Чуть-чуть он будет немножечко так не в натяг, а здесь будет сильно в натяг. Ну и шишки компенсирует. На шишках он приблизительно сойдется, этот материал. Так что я принял решение, что этот руль у меня будет ровно таким, какой обхват руля вот в этом месте. То есть здесь я буду более сильно стягивать, здесь я буду послабже стягивать, а здесь на шишках будет нормально. Крои. Итак, показываю, как делается крой. Берем материал, я из этой кожи черный делаю, значит у нас крой будет располагаться вот в этом направлении. Материал должен очень хорошо тянуться в этом направлении. Вот эти 15 сантиметров, 14 сантиметров, которые я говорил, надо вычитать из общего длины обода руля внешне, это как раз вот, видите, как материал тянется хорошо? Он как раз за счет вот этой тянучести растянется и ляжет как надо. То есть берем, раскладываем материал, значит я вот здесь сейчас отрежу лишнее, потому что здесь грязное. Так, вот этот край я тоже выровнял, потому что иногда он бывает неровный, чтобы четко было. Вот, и вот этот синий, видите, скотч я наклеил, это у нас как раз обхват руля. Вот, и наносим, значит, метки. Ну, примерно я наношу их через, там, условно 20-30 сантиметров, чтобы потом соединить линейкой. Не пытайтесь соединить сразу общей длинной, можно напортачить. Вот, я предпочитаю короткими участками соединять, потому что мне так нравится. Хотите, можете положить линейку и провести. Вот. Но так меньше погрешность. Так, и соединяем. Длину я посчитал, у меня будет моя длина 101 сантиметр. Сейчас мы еще раз это перепроверим. По-моему, что один. Вот он наш крой. Вот наша рулетка. Длина обода 115, я решил вычесть 14. 115, 110, 115, минус 14, 101. 101. Отмеряем 101. Отмеряем 101 сантиметр. Кстати, этой линейкой легко можно отмерить. Она ровно 100 у нас. Причем это уже можно отмерять вместе с этим, со швом. А шов я делаю 5 миллиметров от края. То есть, вот этот сантиметр, который съестся туда-сюда, по длине обода, вообще никакой роли не сыграет. Все, вот он наш крой на руль. Теперь мы его вырезаем. Ролик получится, ребят, не совсем, возможно, интересный. Но, по крайней мере, подробный. Я сейчас подробно вам расскажу, как эти оплетки делать. То, что в магазинах продается, это чистая туфта, ребят. Там продается оплетка, стоит она от 500 до 700 рублей. Там не учитан диаметр, вообще не учитан. А длина прыгает плюс-минус 5 сантиметров на обод руля. То есть, вот тот, кто понимает, о чем я говорю, тот меня очень хорошо поймет. Когда у вас плюс-минус 5 сантиметров на длину обода руля. А диаметр вообще не учитан. Вот здесь я хотя бы просчитал с точностью до 1, ну, максимум 2 миллиметров. А там диаметр наугад. Так что можете пойти на рынок ради эксперимента, купить оплёточку и попробовать её натянуть. Ну, я видел людей, которые от этого ужаса очень довольны от рыночных оплёток. Так, крой готов. Теперь, значит, что дальше надо сделать? Дальше надо, ребят, почистить очистителем-кондиционером вот эту вашу ручку. Ну, я очистителем-кондиционером чищу, вы там, не знаю, можно, в принципе, водой почистить. Водой, пока свежая ручка, водой смывается. Можно водой. Сейчас я возьму водички. Потому что очиститель-кондиционер не всегда правильно. Руль будет, точнее, оплётка будет очень скользкая. Вот, пока свежая ручка, она очень хорошо смывается водой. Если она постоит, ваш крой, точнее, постоит где-то день, уже ручку водой вы не смоете. То есть, все вот эти ваши метки, когда вы шьёте, надо смывать сразу. Потом будет уже применал. Потом уже только очиститель-кондиционер вам поможет. Потому что у него более агрессивный растворитель, чем вода. Так, вот ваш крой руля. Теперь мы переходим непосредственно к сшиванию и отстрочке. Для этого вам понадобится вот такая часть. И ещё вам понадобится кусочек эко-кожи. Для того, чтобы настроить саму машинку, чтобы нижняя нитка не вытаскивалась наружу. Потому что, если это будет, это будет очень некрасиво. Вот, поэтому я беру ещё кусочек эко-кожи. Итак, следующий этап. Нам надо сшить по внутренней части, чтобы получилась у нас замкнутая, так сказать, часть. Замкнутое изделие. Значит, для этого мы берём нитку, двадцатку. Всё делаем двадцатой ниткой. Больше никакую не надо. Ни тридцатую, ни десятую. Только двадцаточкой. Здесь делаем побольше натяг. И делаем строчку маленькую. Трёшечку хватит. То есть, как я делаю. Я по краям нитку не закрепляю. Я просто прошиваю по всей длине. И по бокам потом завязываю узелки. Шаг. От края отступаю пять миллиметров примерно. Чтобы потом их обрезать ножницами. Вот. И сшиваем. Но обязательно следим, чтобы не убегало. Дело в том, что эко-кожа, она всегда стремится убежать. То есть, верхняя часть у вас стремится делаться более короткой, а нижняя растянуться. То есть, следим, чтобы это никуда ничего не убегало. Чтобы у вас ровно было от начала до конца. Чтобы потом это было некрасиво, не получилось у вас. Так, дальше завязываю узелки. Но узелок я завязываю так, немножко с хитрецой. Я его завязываю не посередине, а перетаскиваю его на одну из частей эко-кожи. Чтобы он не посередине был, а вроде как с одной стороны. То есть, я его сюда перетащил. Не сбоку, вот здесь, а перетащил на одну из частей. Значит, делаем три узелочка. И обязательно прижигаем. Прижигать обязательно надо, ребят. Синтетическая нитка расползается очень хорошо. И с другой стороны точно так же. Перетаскиваю сюда. Завязываю узелок. Так, терпите, кому интересно. Ролик такой. По-другому не могу вам донести информацию, ребят. Так, теперь здесь тоже обжигаю. Обжигаем так, чтобы не повредить узелок. Так, теперь насколько можно обрезать эко-кожу. Эко-кожу именно вот этого его производителя, это артефакт, можно обрезать где-то, ну вот в данном случае на руле, около двух миллиметров. Она не распускается. То есть, у них достаточно высококачественная микрофибра. Держится хорошо. Так, теперь мы отстраиваем машинку для того, чтобы делать отстрочку по оболкам. Значит, как это делается? Вот я убираю до минимума натяг нитки и ставлю строчку пятеркой, я всегда делаю. И проверяем, шьем. Смотрим на лицевую часть и смотрим на изнаночную часть. Вот у меня сейчас в некоторых местах нижняя нитка вылезла на лицо. Так как материал очень тонкий, а машинка мощная, и очень много нитка проходит по вот всем этим отверстиям, натяг надо сделать еще. Еще снимаю. Прохожу еще раз. Так, разворачиваем, смотрим. Ну, вот сейчас уже намного лучше. То есть, и снизу нет петли у нас от верхней нитки. То есть, я вижу все ниточки. Можно еще чуть-чуть прям убрать. Вот. И не вытаскивать на лицо. Сейчас посмотрим еще разок. Я чуть-чуть убрал. Самое главное, чтобы по ходу движения у вас нигде нитка не цеплялась. Так. Ну, если честно, можно еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть уберем. Еще разок. Вот такая настройка, ребята. Вы не думайте, что все так просто. Иногда вот так настраиваешь машинку, чтобы сделать один шов. Вот материал настолько тонкий, что очень сложно отстроиться. Так, ну, моя машинка не позволяет больше отстроиться. То есть, я и так натяг уже убрал. Ниже некуда. Но чувствуется, вот рукой тащишь, чувствуется, насколько она тяжело идет все равно. То есть, где-то вот во всех этих соединениях вроде нигде не петляет. Вроде везде все нормально по прямой, но чувствуется все равно достаточно сильный натяг. Так. Сейчас лапку поправлю. Вот. И дальше мы начинаем отстрачивать все это по окружности. Значит, я отступаю где-то миллиметра, ну, сантиметра три от шва. И иду, отступая от края, чтобы иголка у вас примерно колола. Сейчас еще эту лапку поправлю. Ну, где-то миллиметра три я делаю. Вот. И три миллиметра введу теперь по всей, по всей длине. Шагом пять. Кстати, расстояние можно брать абсолютно любое, отступать. Кому как удобно. Кто-то два миллиметра. Кто хочет побольше, чтобы нитки было, побольше отступают. Мне как-то вот три больше по душе. Значит, как теперь закончить шов правильно? Ну, как закончивают на рынке, я вам объясню. Они просто перехлестывают. То есть, вот где я начал, они просто просрачивают еще вперед, делают назад закрепку. И нормально. Как делать это правильно? То есть, вот вы проходите, чтобы вам было удобно остановиться. И теперь эту нитку берете иголочкой, достаете и закрепляете. Вот. Вы ее закрепляете. Завязываете на три узелочка. Все, посмотрели, там не стянули. Вот. И прижигаете. Точно так же. Все, прижгли, пальцем приложили. И теперь можно закончить смело. Заканчиваем в это же отверстие. Оп. Все. Теперь достаем. И точно так же фиксируем. Вот, кстати, так вот. Иногда бывает, вот когда вы нитку достаете слишком длинную, она совершает вот такую фигню. Делает невообразимые петли. То есть, вот обязательно проверьте потом. Проверяйте. Иногда так получается. Вот она очень часто делает вот такую петлю. Вот за этот винт цепляется. Ну, это вот, например, на моей машинке, Typical. Вот, может быть, на других машинках это как-то не бывает. Вот, на моей бывает. Вот. Теперь завязываем, значит, этот узелочек. И проводим такую же операцию с противоположной стороны. Ролик получится длинный, ребят. Я уже предчувствую, потому что я еще до половины только дошел и ничего не рассказал. Все, теперь с другой стороны. Вот наш руль. Вот наша оплетка. Теперь, что мы должны сделать? Найти середину. Середина, значит, на глаз находится. Ну, или можете там, не знаю, меточку поставить, как хотите. Значит, начинаем с низа, с середины, и натягиваем руль. Оплетку на руль. Вот. Вы должны помнить, что она у нас короче на 15 сантиметров. То есть, нам надо ее так натянуть, чтобы и нитка крайняя не порвалась. Аккуратненько, так сказать. Перекидываем ее через край. Так. Так. И вот здесь сейчас немножечко еще. Вот, все, перекинули. То есть, самое основное действие мы сделали. Значит, делаем все это. Теперь мы ее выравниваем относительно руля. То есть, находим вот эту середину. И передвигаем. Она очень легко передвигается. Вот, если взять эко-кожу, допустим, в этом направлении начать. А, ну, у меня она ровная. То есть, ее можно просто вот так по кругу, вот так, 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 так. И она постепенно будет уходить. Вот. Значит, приблизительно... Вот, можно ориентироваться на эту дырку, без разницы. Так, ну, не дырка, а отверстие. Вы меня поняли. Так, все. Вот, мы сориентировали чехол относительно руля. И теперь его распределяем так, чтобы он был ровно посерединке. То есть, руками. Вот. Ориентироваться можно вот на этот шов. Он должен быть посередине. Если на заводе все правильно делали, то он посередине. Вот. Когда будем застрачивать, зашивать руль, смотрим все на него, чтобы шов у вас сходился в середине. Все. Теперь начинаем сборку. Ну, вот, как видите, да? Сейчас я вам покажу. Вот здесь немного не хватает. Но это все стянется. Я стяну все это, потому что материал тянется. Я их соединю эти части. Вот они, видите? Вот я пальцами соединяю. А здесь он лишка дает. Смотрите, ребят. Лишка дает. Сейчас покажу. Но сделать ничего нельзя. Это дешманская оплетка. Поэтому только так. Вот. Они соединяются. Здесь просто я буду поменьше стягивать. И он будет немножечко такой здесь. Ну, по-другому никак, ребят. Что вы хотите за копейки? Вот. А где у нас находятся вот эти подпалечники, так сказать, это чтобы рука не соскользнула с руля. Здесь просто делается как? Здесь просто вы... Чтобы вам глазам не было это видно, здесь просто перемещается шов. То есть вы вот эту часть сюда пододвигаете, а это у вас назад отодвигается. И то есть вы, когда будете сидеть за рулем, вам не будет видно, что там дырка. Там будет небольшой промежуток. Но, может быть, и не будет. Это уже как утяжка позволит. То есть это уже по ходу. Вот. Но трехразмерный руль, такую дешманскую оплетку можно сделать только так. Зачем? Или идите платите 2 500 и вам сделают нормальную из эко-кожи. Вот. А это дешевка. Вот. Поэтому это так вот. Самому сделать там. Или вот как таксисты, чтобы руль не испортился. Все. Отступление. Значит, теперь объясняю, как дальше делать, ребят. Чтобы сэкономить, чтобы покороче ролик сделать, я не буду вам показывать, как я буду узелки делать. Смотрите. Теперь я делаю здесь узелок. Делаю здесь узелок. Это временные утяжки будут. Делаю здесь. Делаю здесь. Делаю здесь. То есть я просто вставляю иглу и стягиваю с одной стороны стежок и с другой стороны стежок. Стягиваю максимально. Вот. Потом с этой стороны. Ну и можно сделать еще два промежуточных вот здесь. Чтобы у вас материал более-менее распределился по рулю. Вот. И дальше идет элементарное сшивание. То есть берете и каждый стежок напротив стежка начинаете стягивать. С одной стороны стянули, сюда вытащили, стянули, вытащили, стянули, вытащили. Если у вас будет убегать, а убегать у вас будут некоторые стежки, то это делается очень просто. Чтобы вам поймать опять шаг, вы просто в какой-то стежок... Вставляете два раза иглу. Допустим, если здесь у вас один стежок, а здесь вы чувствуете, что уже перекос идет, вы просто вставили напротив, затянули, потом вставили опять же в этот же стежок и вставили здесь в следующий. Затянули. И у вас перекос выравнивается. Все очень просто. То есть приступаем к сборке. Я его буду показывать на ускоренной. Вот смотрите, как выглядит предварительная сборка. Вот такие узелочки ставятся. Видите, да? Около всех лучей. И сверху четыре, как я говорил. И теперь начинаем собирать. Начинаем собирать с самого плохого места. С самого широкого, где у нас не хватает материала. Начинаем от начала. Узелочек делаем. И начинаем соединять стежок напротив стежка. Покажу вам, ребят, как это происходит. Это очень тягомотная монотонная работа. Начинаете, соответственно, от уголка. В данном случае угол. Ну да, пусть это будет слово угол. И стягиваете стежки, не пропуская ни одного. И стараетесь держать строчку одинаковой по всей длине. Я имею в виду не строчку, а стяжку по всей длине. Чтобы она была одинаковой. И вот так сидите час. Сшиваете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь давайте покажу, как это все получается. Как выглядят швы. Сейчас поближе попробую. Вот так вот я обошел выпуклости под пальцы. И вот, как я говорил, шов будет немножечко здесь такой более стянутый. Вот здесь тоже под пальцы обошел. И самые криминальные, это нижние. Вот, они тоже отлично получились. Видите, ребят? По такому же принципу собирается и профессиональная руль. То есть, когда вы делаете перетяжку с лучами. Все. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, кому не понравилось. Буду снимать дальше. Дальше. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok